Орловское управление Федеральной налоговой службы подало в областной арбитражный суд иск о признании банкротом ПТП-1. Кредиторы требуют от предприятия более 30 миллионов рублей. Иск рассмотрят на заседании 29 мая. Напомним, общая задолженность ПТП-1 более 56 миллионов рублей. Предприятие уже два года не делает взносы в пенсионный фонд. Кроме того, имеются большие долги по зарплате сотрудникам. Накануне в половину седьмого вечера на улице Карачевской, 36, загорелись заброшенные деревянные сараи. Рядом находились два дома – жилой и расселённый. Была угроза перебрасывания огня на них. В половину девятого вечера пожар ликвидировали полностью. В результате выгорели сараи на площади 200 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал. Предположительная причина возгорания – занос постройки постороннего источника огня, сообщает пресс-служба Орловского МЧС. Александр Матвиенко покинул свой пост начальника службы исполнения наказаний по Орловской области. Свою должность он занимал с декабря прошлого года. Теперь Матвиенко ушёл на повышение. Временно исполняющим обязанности руководителя управления назначен Владимир Волосевич. Ранее он был первым заместителем начальника управления по Ямало-Ненецкому автономному округу. Жительница Ливен кидалась на машины с бутылкой. Накануне в социальных сетях появилось видео происшествие. Женщина, стоя на проезжей части улицы, громко ругается и нападает на проезжающие машины с бутылкой. Причины её поведения неизвестны. Возможно, женщина была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А у нас завершился очередной опрос. На информационном портале истоки.тв и в группе ВКонтакте мы узнавали отношения руководителя к тонировке автомобилей. В общей сложности в опросе приняли участие почти 3000 человек. Особенно активны были посетители сайта. Большинство из пожелавших оставить своё мнение на нашем сайте, почти 65%, положительно относятся к затемнённым стёколам авто. В социальной сети таких меньше 46%. Примерно одинаковое число орловчан, проголосовавших на сайте и в соцсетях, сами имеют тонировку на своих машинах. Категорически против неё выступили 14% опрошенных на сайте и свыше 20% участвовавших в нашем опросе ВКонтакте. Недавно в нашем городе прошёл рейд тонировка. По закону светопропускаемость передних стёкол машины должна быть не менее 70%. Только за несколько часов нарушение этого параметра обнаружили у 110 водителей. Каждый из них получил штраф и предписание на снятие затемнения со стёкол. Такое предписание действует 10 суток. Если после тонировка остаётся, нарушителю грозит до 15 суток административного ареста. Кроме того, шанс пройти с тонировкой техосмотр стремится к нулю.